Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим о графомоторных навыках. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, родителям. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь учителем-логопедом высшей квалификационной категории. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования определена задача обеспечения преемственности целей, задач, содержания образования, основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. В настоящее время проблема преемственности дошкольного образования и младшего школьного звена образовательной системы является как никогда актуальной. В век современных компьютерных технологий у значительной части детей дошкольного возраста наблюдается недостаточное развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, графомоторных навыков. Результаты психолого-педагогических исследований, готовности первоклассников к обучению в школе, показывают, что довольно часто причиной дезадаптации и снижения учебной мотивации у первоклассников является то, что у детей слабо развиты, сложно координированные движения ведущей руки и умение использовать ручку или карандаш в качестве рабочего инструмента. Письмо это сложный речерукодвигательный зрительный акт, в котором принимает участие речи слуховой и речи двигательной, зрительной и двигательной анализатора. Правильный захват у детей начинает формироваться очень рано, а именно с самого рождения. Чтобы ребенок правильно и без помарок писал, у него должна быть достаточно хорошо развита мелкая моторика и сформированы пространственные представления. Очень важно, чтобы еще до школы ребенок умел рисовать, лепить из пластилина, мог хорошо координировать слабые движения пальцев в сочетании с общей моторикой. И давайте вначале вообще разберемся, что же такое графомоторика. Графомоторный навык — это определенные первичные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные звуки и их соединения. Процесс формирования графомоторных навыков физиологически и психологически сложен. При письме в координированную деятельность вовлекаются гора головного мозга, органы слуха, зрение, многие мышцы тела. Для формирования этого навыка необходимо, чтобы человек был подготовлен к его обучению. Анализ данных психофизиологических исследований детей в процессе письма показывает, что важнейшей предпосылкой формирования графомоторного навыка является сохранность пространственного восприятия и представлений. Зрительно-пространственных, самотопространственных представлений, ощущений своего тела в пространстве, пространственных представлений левого и правого. Также достаточно важным условием для владения деятельностью письма является сформированность двигательной сферы, различных видов праксиса, статического, динамического, пространственного, конструктивного, сформированной слухомоторных и оптикомоторных координаций. Важно понимать, что графомоторика и рисование – это не одно и то же. Во время рисования ребенок полностью свободен, он в полной мере реализует свой творческий потенциал и фантазию, рисуя то, что ему хочется. Графомоторика также предполагает рисование, но в рамках точного задания, как и другие действия, которые предполагают графомоторные упражнения – написать буквы, не отрывая руку от листа, соединить линии, заштриховать и так далее. Следующая – это структура графомоторных навыков. Давайте остановимся на этом вопросе. Итак, графомоторные навыки. Структура графомоторных навыков включает в себя следующее – это мелкая мускулатура пальцев рук. Представляет собой контроль над силой пальцев и быстротой их движения в работе. Это зрительный синтез и анализ, определение левых и правых частей тела, его ориентировка в пространстве, расположение по отношению к окружающим предметам, умение выполнять задания с конкретными условиями и выбирать нужное направление движения. Включает также рисование. Это штриховка, обведение по контуру, обводка, умение срисовывать геометрические фигуры, рисовать предметы и детали, дорисовывать незаконченные рисунки или недостающие детали на них. И сюда же графическая символика. Это что? Умение рисовать различные сложности узоров, а также изображать с их помощью разнообразных символов и знаков. Каковы же компоненты графомоторных навыков? Это зрительное внимание, зрительная память, зрительно-пространственные отношения, функции распределения внимания с одного объекта на другой, функция контроля, зрительно-моторные, слухомоторные координации, координации различных частей тела, например, поза туловища и наклон головы при письме. Мелкомоторика. Как и всякий навык, он формируется в результате обучения, в результате формирования умений и на их основе выполнения ряда упражнений. Графомоторные навыки достаточно сложные, складываются из различных приемов, приемов необходимых для письма и самих приемов письма. Процесс письма осуществляется при помощи инструментов для письма, ручка, карандаш, мелк, который человек, соответственно, передвигает рукой, осуществляя нужные движения, под контролем зрения и двигательным контролем пишущей руки. В зависимости от того, каким инструментом человек пользуется, он осуществляет и соответствующие движения и приемы. Какие же приемы необходимы для письма? В первую очередь, отвладение инструментом письма, соблюдение правильного положения тетради и передвижение ее при письме, соблюдение правильной позы посадки при письме и движение руки вдоль строки во время письма. Каковы же приемы письма? Здесь что нужно? Это умение сравнивать образец с результатом собственного письма. Приемы перевода звука в письменную букву и печатные буквы в письменную. Приемы написания букв. Начало куда вести ручку, поворот, соединение. Приемы соединения букв без отрыва, с отрывом, сверху, снизу и так далее. Приемы сопоставления букв по высоте, соблюдение одинаковой высоты букв на строке. Письмо букв между линиями строки и на линии. Начало письма, запоминание строки. Приемы правильного наклона письма. Поэтому с самого начала формирования навыка письма перед обучающимися встает длинный ряд задач по овладению разными приемами. Таким образом, овладение графомоторным навыком представляет собой достаточно сложный процесс, который предполагает сформированность целого ряда предпосылок. Зрительно-пространственных операций, зрительно-моторной координации и мелкой моторики. Несформированность данного навыка может оказывать негативное влияние на дальнейшее усвоение орфографических навыков и самостоятельную письменно-речевую деятельность в целом. При несформированности графомоторных навыков ведущей руки отмечается у детей следующее, что это отставание в темпе и скорости выполнения письменных заданий. Сосредоточение на самом процессе письма не позволяет сконцентрироваться на выполнении интеллектуального задания. Занедленное развитие моторных функций. Нарушение координации сложных движений. Снижение скорости и ловкости выполнения движений. Плохая координация верхних конечностей. Что еще сюда? Работа локтя и плеча вместо запястья. Неправильный захват будет ручки. Отсутствие опоры на предплечье. Важно своевременное развитие мелкомоторики у детей с самого раннего возраста. В раннем и младшем дошкольном возрасте необходимо выполнять простые упражнения. Не забывать о развитии основных навыков самообслуживания. Застегнуть, расстегнуть пуговицы, завязать шнурки и так далее. Я думаю, что вы со мной согласитесь, если есть воспитатели среди слушателей. А, кстати, уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, кто вы по профессии, из каких вы городов. Тоже очень важно нам понимать, кто у нас, какие профессии, какая география нашего вебинара. И воспитатели, ну и не только воспитатели, логопеды тоже сталкиваются с этим. Согласятся, что сейчас дети, к сожалению, не умеют, вот спасибо огромное, не умеют завязывать шнурки. И обувь с липучками повсеместно, и дети просто не готовы. И родители не дают им этой возможности. На занятиях и в группах детского сада, конечно, это сложно, когда их 30 детей в группе, то попробуй-ка ты научи каждого завязать шнурки или застегнуть пуговицы. Поэтому, естественно, основной упор идет на родителей, но родители недооценивают важность формирования этих навыков. Поэтому наша с вами задача, конечно, доносить эти сведения и объяснять причинно-следственную связь. Почему, если ребенок не умеет завязывать шнурки или застегивать пуговицы. Отличная красота, спасибо. Широкая у нас география. К чему это может привести в дальнейшем в школе? Если формирование... Спасибо, очень важно, приятно. Если формирование графа моторных навыков начинается с раннего возраста, то в большинстве случаев у таких детей уже не возникает особых проблем с овладением школьной программы. И для каждого возраста характерен свой уровень развития графа моторики. В связи с этим удается определить, соответствует ли ребенок данному уровню развития. Либо он отстает. И важно вот эти моменты учитывать, чтобы мы понимали, над чем нам нужно работать в том или ином возрасте. Итак, дети одного-двух лет, что они должны уметь? Уметь держать несколько предметов в одной руке. Данный навык можно развивать, предлагая ребенку по гремушке. Переворачивать страницы в книге по одной странице, не кучкой сразу, а по одной странице. Держать в руках карандаш. Пусть не обязательно это будет правильно. Ребенок должен хоть как-то держать. И помним, что вначале у нас формируется вот такой захват, да, и только потом мы в районе трех лет начинаем перекладывать и ложку, и пишущий предмет соответственно. То есть пока дети в этом возрасте держат таким образом ручку или карандаш. Лучше, конечно, все-таки начинать с карандашей, ручки давать позже. Я своим детям даже в шесть лет даю карандаши, простые карандаши, мы пишем имя. Итак, что еще должен уметь ребенок? А, держать пишущий предмет и черкать им что-то на бумаге. Что еще должен? Строить башню из кубиков, складывать пирамидки. Дети двух-трех лет. Ребенок должен уметь самостоятельно выдвигать в ящик комода или тумбочки, чтобы достать оттуда содержимое. Спасибо огромное за отзыв. Должен уметь лепить из пластилина, складывать из бумаги простейшие фигурки, нанизывать большие бусы и правильно держать карандаш. Навыки детей трех-четырех лет. По поводу слышимости. Как меня слышно? Нормально ли, уважаемые слушатели? Нет ли перебоев? Запись будет вебинара? Хорошо меня слышно, нормально? Спасибо огромное. Значит, не с моей стороны тогда. Проблема? Отлично, здорово. Итак, навыки детей трех-четырех лет. Это умение вязать узелки, самостоятельно заправлять постель. Пусть это будет неровно, но тем не менее, чтобы ребенок уже начинал работать. Рисовать фломастерами, мелками, обводка фигуры и штриховка. Если на этом этапе эти действия получаются у него не идеально, то это вполне нормально. Не требуем здесь идеального выполнения этих заданий. И в этом возрасте уже идет латерализация, то есть определение ведущей руки. Дети четырех-шести лет уже должны застегивать молнии на куртке, самостоятельно завязывать шнурки. Ребенок в этом возрасте может обводить фигуры на бумаге по нарисованным пунктирным линиям. Раскрашивает рисунки, не выходя за его контуром. Нужно понимать, что шестилетний возраст пограничен. То есть ребенок уже должен быть подготовлен к дальнейшему обучению в школе. В школьной программе попросту не предусмотрены дополнительные часы на развитие графомоторных навыков. Поэтому этим нужно заниматься в дошкольном возрасте. И делать это, конечно, должны родители, предлагая детям различные задания на лепку, рисование, разрисование фигур и так далее. Но каким образом мы, педагоги, можем помочь и детям, и родителям? Каковы же направления развития графомоторных навыков у детей? Это развитие мелкой моторики, а также функциональных возможностей кистей и пальцев рук. Что сюда входит? Формирование дифференцированных движений кистями и пальцами, отведение в сторону пальцев, разгибание и сгибание. Важно проводить пальчиковую гимнастику, в ходе которой каждый палец называется вслух. Формирование согласованных действий обеими руками, это у нас камень, ножницы, и дальше усложняем камень, ножницы, бумага. Или кулак, ладонь. И постепенно усложняем. То есть начинаем с двух движений камень, ножницы, а потом уже добавляем камень, ножницы, бумага. Сюда же входит развитие дифференцированных движений пальцев рук. Детей учат нанизывать колечки или бусы на шнурок в определенной последовательности. Обучение застегиванию и расстегиванию липучек, пуговиц, молний и так далее. Обучение шнуровки. Следующее направление – это развитие зрительного внимания и восприятия. Дети учатся собирать целое изображение из отдельных составляющих. Соотносить геометрические формы с предметами. Выбери, что круглое – мяч, колесо и так далее. Тому подобное. Следующее направление – это развитие пространственного ориентирования. Дети учатся передавать пространственные отношения предметов в изображениях и конструкциях. Куда поехала машина? Они учатся ориентированию в разных плоскостях на тетрадном листе, учатся выполнять графические диктанты, работая в тетрадях по речевой инструкции или по показу. Еще направление – это развитие графических навыков. Дети учатся проводить линии по образцу, обводить контуры различных предметов, дорисовывать недостающие части рисунка. Учатся первичным навыкам штриховки, умением проводить линии, прямые, диагональные и так далее. Следующее направление здесь – это совершенствование навыков закрашивания контуров и штриховки. Обучение умению срисовывать, копировать, закрашивать контуры предметов и совершенствование графических навыков. Структура графомоторных навыков весьма обширна. Освоение каждого ее элемента требует от ребенка значительных усилий. Для того, чтобы освоение осуществлялось без переутомлений и перегрузок, а результат был высок, формирование графомоторных навыков осуществляется поэтапно. Так, а вот сейчас увидела комментарий по поводу слайдов. Уважаемые слушатели, у вас написано направление развития графомоторных навыков? Этот слайд у вас или задержался предыдущий? Угу. Так, все. Спасибо большое. Все отлично тогда. И это что касалось... Отлично. Здорово. Спасибо за вашу активность, за обратную связь. Очень хорошо, удобно работать. Благодарю вас. Следующее, о чем мы поговорим, это об этапах работы по улучшению графомоторных навыков. Формирование графомоторных навыков начинается в период дошкольного детства. Родители или воспитателями дошкольного образовательного учреждения предусматривает прохождение следующих последовательных этапов. Первый этап – это развитие у ребенка дошкольного возраста мелкой и крупной моторики. На данном этапе необходимо выполнять ряд специальных упражнений, которые направлены на развитие моторики ребенка. Рекомендовано выполнять следующее упражнение. Это пальчиковая гимнастика, массаж, самомассаж, лепка из пластилина, соленого теста, масса из лепки, ну и тому подобное. Вырезание из бумаги фигур различной степени сложности. Составление бус, расстегивание, застегивание пуговиц, кнопок, крючков и так далее. Собирание мозаики, пазлов, конструирование, здесь лего, кубики, модули и тому подобное. Раскрашивание красок. В качестве специальных игр можно использовать палочки кюзинера, танграм, игры с прищепками, крупами и тому подобное. Следующий, второй уже этап направлен на формирование у детей пространственных представлений и их речевое обозначение. Этот этап предусматривает формирование у детей таких навыков, как ориентировка в собственном теле и его положение в окружающем пространстве. Ориентировка в окружающем пространстве, среди находящихся в нем предметов. И уточнение пространственного расположения тела и окружающих его предметов, а также расположение на плоскости. На данном этапе целесообразно использовать следующее упражнение. Это конструирование, раскладывание и выкладывание сериационных рядов, разнообразные пальчиковые игры, упражнения, никуда мы от них не уходим, штриховка, выкладывание букв и цифр из различных предметов, различного рода работы с мелкими предметами, лепка, аппликация, рисование и так далее. Следующий, третий этап, это уже непосредственно будет развитие графа моторных навыков. И этот этап включает в себя развитие зрительного гнозиса у детей. Используем какие упражнения? Контурное изображение предметов, перечеркивание контурных изображений, наложение контуров один на другой и тому подобное. Формирование и уточнение представлений о форме, величине, цвете, развитие, уточнение и расширение объема зрительной памяти. Также здесь формирование и развитие у детей зрительного анализа и синтеза. И формирование у детей зрительного узнавания и восприятия. Следующий, уже четвертый этап, это формирование и развитие изобразительно-графических способностей. На данном этапе используется следующее упражнение. Это знакомство с рабочими тетрадями, рабочей клеткой, строкой, обучение написанию и начертанию горизонтальных, вертикальных и наклонных линий, а также их комбинация. Рисование различных по сложности орнаментов и узоров, дуг, волнистых линий, овалов, кругов и так далее. Рисование предметов различной сложности по клеткам, графические диктанты, ознакомление с графическими символами, формирование графического образа букв и цифр графена, дифференциация букв, которые имеют кинетическое сходство в написании. Здесь мы работаем и по профилактике дисграфии. Во время работы на листе бумаги или тетрадях у детей осуществляется развитие и укрепление мелкой моторики рук, совершенствование зрительной и двигательной координации, улучшается координация на листе, а также осуществляется развитие внимания, зрительной памяти, аналитического восприятия и речи. И в первую очередь, конечно же, мы должны с вами позаботиться об интересе графическим упражнениям. Формирование графомоторных навыков требует от педагога определенных профессиональных умений. Для того, чтобы процесс формирования протекал продуктивно, был интересен ребенку, предварительно необходимо его подготовить. Предварительная подготовка включает в себя зарождение и последующую поддержку интереса графомоторным навыкам и упражнениям. Графомоторные упражнения должны соответствовать, конечно же, в первую очередь, возрастным возможностям ребенка, потребностям ребенка не перегружать его. Так как занятия начинаются еще в дошкольном возрасте, то целесообразнее проводить в игровой форме. Педагог должен ставить перед воспитанником посильные задачи. При этом важно обращать внимание на то, что ребенок уже умеет. При выполнении графомоторных упражнений следует обращать внимание на графические успехи детей, что оказывает положительное влияние на стимулирование их дальнейшей деятельности и повышает интерес на выполнение графомоторных заданий и упражнений. Выполнение графомоторных упражнений позволяет решить ряд задач. Это интеллектуальное развитие детей и подготовка к успешному выполнению письмом. Решение этих задач способствует тому, что в будущем ребенок сможет избежать некоторых проблем школьного обучения. Если графомоторные навыки не начинают формировать с раннего дошкольного возраста, то к моменту поступления ребенка в школу могут возникнуть значительные трудности в освоении навыков письма. Чаще всего, какие отмечаются проблемы? Это небрежный, неразборчивый почерк, быстрая утомляемость руки, слабая фиксация рабочей строки. Что еще происходит? Какой момент? Если у ребенка неразвитые или слабо развитые графомоторные навыки, идет же быстрая утомляемость руки, при этом утомляется рука, утомляется он, и что он уже перестает воспринимать информацию, которую преподносит ему педагог. Поэтому очень важно обращать внимание на эти моменты. И какие можно предложить рекомендации по развитию нормального захвата? Пинцетный и щепковой захват. Легкий способ развить нормальный захват при помощи любой коробки и мелких предметов в ней. Бусы, шарики и прочее. Лепка, опять же, сюда же берем. Конструирование, пальчиковые игры. Использование различных предметов, которые могут сформировать нормальный, правильный захват. Насадки на карандаши. Чуть позже, в конце вебинара, я покажу, если вы не видели, не знаете, ну мало ли вдруг, какие есть насадки на карандаши. Нужно понимать, что ребенка не стоит торопить, ему нужна помощь для того, чтобы он смог развить правильный захват. Не нужно нагружать ребенка, давать ему более сложные задания, к которым он еще просто не готов. Ни физически, ни психологически. И, чтобы оценить графомоторные навыки, хочу предложить следующие методики. Не буду подробно останавливаться. Они есть, и часть из них есть в рассылке. Вы можете скачать, пройдя по ссылке. Поэтому просто назову их. Итак, что здесь? Это графический диктант Дмитрий Борисович Эльконин. Изучение навыков слушать и выполнять задания. Ориентироваться в пространстве. Быть самостоятельным. Делать работу без помощи взрослого. Следующая методика. Это методика домик. Нины Иосифовны Гудкиной. Направлена на выявление способности четко следовать образцу работы. Умению копировать. Изучение координации и мелкой моторики рук. Методики Озерецкого, Гуревич, направленные на изучение степени развитости мелкой моторики рук. Пособия Павловой, направленные на изучение пространственных представлений. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет. Марианна Михайловна Безруких. И время нещадно заканчивается, поэтому давайте приступим к играм, упражнениям, которые мы можем использовать с целью развития графомоторных навыков. Развитие мелкой моторики является подготовительным этапом формирования графомоторных навыков, помним об этом. Первоначально необходимо развить, укрепить детскую руку, пальцы кисти, сделать послушными, их подвижными. Совершенствовать ручную моторику помогают физические упражнения и игры. Это перекладывание, перебрасывание мяча из руки в руку, подбрасывание мяча на разную высоту, ловля мяча двумя руками, одной рукой. Подбрасывание мяча на разную высоту и ловли его после дополнительных движений, например, хлопок ладоши перед собой. Или усложняем поворот на 360 градусов или приседания. Развитие силы кистей рук способствует упражнение с кистевым экспандером и массажными мячиками. Количество повторений должно быть посильным и не вызывать сильного переутомления мышц. Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Это разведение и сведение пальцев рук. Сжимание, разжимание кистей в кулак. Противопоставление пальцев одной руки пальцем другой одновременно и поочередно. Очень хорошо использовать в работе мячик-суджок. Дети получают по мячику суджок, ритмично катают его ладонях, потом сжимают, произнося текст. Текст перед вами на экране. Вы можете скачать нашу презентацию, воспользоваться этим текстом. Можно повторять и другой рукой. Это стихотворение Нищева Натальи Валентиновны. Дети повторяют слова и выполняют действия шариком в соответствии с текстом. Я мячом круги катаю, взад-вперед его гоняю. Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка. Каждым пальцем мяч прижму и другой рукой начну. Еще стихотворение. Мяч колючий, словно ежик. Нет ни ручек, нет ни ножек. Покатаем мяч немножко и сожмем его в ладошки. Повторяем одной рукой, другой рукой. Ну, это буквально кратко. Что еще? Пальчиковые игры с эспандером. Тоже текст перед вами на экране. И какое выполняем упражнение? Сжимаем и разжимаем кисти руки поочередно. Тоже не буду уже тогда останавливаться. Все по ходу текста делаем. Одной рукой, другой рукой. Да, да. Там, кстати, в мячике суджок есть пружинки. Тоже есть стихотворные тексты. Можно даже простые взять. Этот пальчик дедушка, да, этот пальчик бабушка. И прокатываем эту пружинку. И так с каждым пальцем. Следующий. Рекомендуется также массаж пальцев, ладоней, лучезапясного сустава. Что здесь делаем? Тоже можем использовать стихотворный текст. Разминаем, растираем ладонь. Можем предложить детям, давай нарисуем лучи солнца. Идем от центра ладони в сторону. А, да, вот, еще можно перекладывать. Да, мяч летает между рук. Спасибо огромное. Что еще? Можем растирать каждый палец. Можем круговыми движениями растирать. Можем спиралевидными движениями растирать. Растираем тыльные стороны. Еще также очень хорошо, это не только дошкольникам, это и младшим школьникам будет полезно перед уроками русского языка, когда дети начинают много писать, руки устают. Проводим вот такую гимнастику, массаж точнее, лучезапясного сустава. Снимается напряжение. Это можно и после тоже делать, после выполнения графических упражнений. То есть обратите внимание, очень хорошее упражнение, и оно полезное. Что еще делаем? Разрывание. Сейчас, для моего листа бумаги. Можно попросить детей взять лист бумаги. Локти мы при этом с вами не держим на столе, да, локти у нас на весу. Двумя руками предлагаем разорвать лист бумаги напополам. И дальше, опять же, руки на весу сминаем. Двумя руками одновременно бумагу сняли. И потом также разглаживаем двумя руками одновременно. Детям очень сложно это делать вначале. Здесь мы и мелкую моторику развиваем, и плюс еще ко всему мы... Ну и опять, и то же самое. Плюс еще развиваем межполушарное взаимодействие. Что еще? Прокатываем карандаш. Простой берем карандаш, прокатываем между ладонями. Также можно делать массаж карандашом, прокатывать по тыльной стороне каждой руки. Можно еще детям предложить карабкаться. Берем, например, сначала указательные большие пальцы. Поочередно карабкаются наши пальцы сверху, снизу вверх. Потом спускаются снизу вверх. Затем большой и средний палец. Да-да-да. Дальше меняем безымянный и большой. Мизинец большой. Вот таким образом. Огромную педагогическую ценность имеет пальчиковая гимнастика. Тоже не буду на ней останавливаться подробно. Родителям важно донести, чтобы они дома играли. Мы также предлагаем воспитателям, чтобы... Я делаю в том, что еще руководитель службы социального сопровождения семей с детьми, поэтому я смотрю за методической работой. Предлагаем воспитателям, чтобы они в режимных моментах играли с пальчиками. Простая игра, например, капуста. Мы капусту рубим-рубим, мы капусту солим-солим, мы капусту трем-трем, мы капусту жмем-жмем, а потом мы в рот кладем. Ам! И так далее. Для создания мотивации у детей целесообразно применять нетрадиционные формы развития мелкой моторики. Например, у детей раннего младшего дошкольного возраста большой интерес вызывают гидрогимнастика. Это нетрадиционная форма пальчиковой гимнастики, прокатывание, перекладывание, перекатывание в воде различных предметов, массаж в воде с предметами, сенсорные мешочки, с различными крупами или бобовыми. Нейродинамическая гимнастика направлена будет на развитие межполушарного взаимодействия. И здесь тоже идем от простого к сложному. Просим детей выполнять, ну, это уже высший пилотаж, конечно, начинаем с более простых. Например, супер-окей, супер-окей. А дальше уже асинхронно, когда видим, что хорошо все получается, начинаем асинхронно. Окей, супер, супер-окей. Если уже здесь тоже хорошо все получается, то разбавляем хлопком. А если и с хлопком, уже видите, обычно я беру одно упражнение на две недели. И две недели мы отрабатываем с детьми. И дальше идем по принципу усложнения. Еще вариант усложнения. Чередуем один хлопок с двумя хлопками. Один хлопок, два хлопка. Один, два хлопка. Здесь еще и развиваем программу действий. Да, вот почему я часто не меняю, важно именно проработать. Когда увидите, что дети выполняют на должном уровне, тогда мы можем разнообразить. Еще детям очень нравится, когда сопровождаем вот эти наши движения, либо скороговоркой, либо стихотворением. Как пример, дети хохочут, восторг, всегда позитив. Когда выполняем следующее. Например, Саша шустро сушит сушки. Сушек высушил штук шесть. И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. Ну, опять, у кого легко получается, то тогда мы через хлопок это все делаем. Вот эти упражнения, ну, уже целесообразно где-то с четырех лет начинать. Раньше простые пальчиковую гимнастику проводим, а нейродинамическую гимнастику с четырех лет ориентировочно начинаем. Но, опять же, с более простых. Вот это, что Саша сушит сушки, это, конечно, уже для детей пяти-шести лет. Для развития мелкой моторики рук и поддержания интереса в данной деятельности необходимо использовать разнообразный материал. Различные коробочки для собирания в них пуговиц, камешков, хосточек, фруктов, шишек. Да, вот, кстати, теневой театр тоже. Но здесь имеется в виду, что еще. Здесь же мы с вами за счет вот этих упражнений, и их много сейчас, этих вариантов. И у нас был, кстати, вебинар посвящен нейрогимнастике. Он есть в бесплатном доступе, вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Здесь мы с вами идем к целостному мышлению. Почему дети устают? Буквально немножко отвлекусь, потому что, ну, это тоже касается этой темы, краем. Почему дети столько не успевающие у нас сейчас? Требования растут, все вы это знаете, но вся наша система образования, ну и вообще наш социальный опыт направлены на то, чтобы развивать левое полушарие головного мозга, которое, помним, отвечает у нас за логическое мышление. Идет своего рода такой перекос. Левое полушарие тренируем, правое полушарие у нас остается не натренировано. Как пример, если мы идем в тренажерный зал, тренируем левую сторону, а правую сторону мы не тренируем. Что будет в итоге? Идет перегрузка. Мозг просто не справляется с этим объемом информации, который нужно переварить. Плюс еще мы с вами мыслим образами. Ну, мысли-образы. Единица мышления – это мысли-образы. Так вот, получается, что когда ребенок читает, а у него правое полушарие не развито, которое отвечает за образное мышление, он не может перевести вот этот вот текст или пишет то же самое. Не только читает, пишет, срисовывает. По факту, по большей части срисовывает. У него не формируется образа. То есть он не может перевести то, что написано, в образ. И, соответственно, идет вот это разногласие, дисбаланс. В итоге, к чему мы приходим с вами по взрослому состоянию? Идем, забыли, куда очки положили, да, трудности с памятью. Мне достаточно концентрация внимания. Это лишь, скажем так, минимум тот, который я вам озвучила. Важно все-таки обращать внимание на целостное развитие, когда мы развиваем не только левое полушарие, но и правое полушарие, когда есть вот это межполушарное взаимодействие. Дети и взрослые более успешны. Попробуйте сами даже выполнить эти упражнения. Тоже сложно, нам, взрослым, сложно, детям тем более. Что еще мы здесь используем? Трафареты, раскраски, ну и так далее. Какие мы можем с вами использовать упражнения для развития концентрации внимания и двигательного контроля? Игра тоже всем знакомая. Чайникчик с крышечкой. Ребенок проговаривает стихотворение, сопровождая его жестами. Чайничек, на чайничке крышечка и так далее. Знаете, это тоже не буду уже останавливаться, времени мало. Или руки-ноги. Здесь исходное положение стоя, прыжки на месте с одновременным движением руками и ногами. Ноги вместе, руки врозь. Ноги врозь, руки вместе. И так далее. Ноги вправо, руки влево. И тому подобное. Левая рука вперед, правая рука назад. Правая рука вперед, левая рука назад. И тому подобное. Меняем направление. Развитию зрительного восприятия способствуют игры со счетными палочками. Мозаика, пазлы, различные сортера. Для отработки дифференциации правых и левых частей тела можно рекомендовать следующее упражнение. Начинаем показать правую руку, затем левую руку. Если не может ребенок назвать левую руку, взрослый сам ее называет, ребенок повторяет. Поднять то правую, то левую. Взять предмет то правой, то левой рукой. После уточнения речевых обозначений правой и левой руки можно приступить к различению других частей тела. Правой и левой ноги, глаза, уха. Еще для упрощения, например, если ребенок ни в какую, ни в какую, не может дифференцировать правую и левую стороны, то, например, на правую руку можно приклеить наклейку. Ну, я смайлик такой беру, приклеиваю. Ну, или если, например, ребенку, я знаю, интересно что-то, какой-то мультик, то много у меня всяких этих наклеек, приклеиваю на руку, и он тогда понимает, что этой рукой мы рисуем. Опять же, это вследствие уже, когда на какую руку мы наклеиваем с вами, когда вы знаете четко, что у этого, да, браслетик, если есть, можно тоже надевать. Когда вы уже четко знаете, что у ребенка ведущая рука, например, правая, то на правую наклеиваем, например, наклейку, или надеваем браслетик, правая рука, пишем, какой правой рукой, рисуем, какой правой рукой, это какая рука, правая, ну и так далее. Отрабатываем с руками, затем с частями тела, левая сторона, правая сторона. Определяем затем пространственное расположение предметов по отношению к ребенку. Какой предмет находится справа от тебя? Или положи книгу слева от себя. Определение пространственных соотношений между двумя, тремя предметами или изображениями. Ребенку можно предложить взять правой рукой книгу, положить ее возле правой руки. Взять левой рукой тетрадь, положить у левой руки. Далее ребенку сдаем вопрос, где находится книга, справа или слева от тетради. Просим ребенка раскрасить правильно. На листе бумаги нарисованы, ну берем, например, контуры пяти домиков. И задача ребенка раскрасить карандашом определенного цвета тот домик, который скажет педагог. В красном второй домик слева, в синим третий дом слева и так далее. Готовя ребенка к школе, можно проводить еще и такие задания. Детям предлагаются карточки с различными фигурами. Квадрат, круг и крестик берем. И задания к ним. Например, написать букву или нарисовать фигурку, если букву еще не знают, справа или слева от вертикальной линии. Положить кружок справа от него. Нарисовать крестик слева от крестика, например, поставить точку. И здесь какие вы задания придумаете? Опять же, все зависит от вашей фантазии. Работу по формированию графических навыков продуктивной деятельности. Проводим три этапа. Первоначально дети осваивают умение рисовать фигурам, состоящие из прямых линий. Аккуратно заштриховать их вертикальными горизонтальными линиями. Нарисуйте штрихами дождь на картинке. Или нарисуйте лучи у солнышка. Выполни задания по образцу. Сюда же дорожки берем. Нарисуй ниточки к шарикам. Ну, опять же, тоже очень много вариантов. Далее дети учатся письму наклонных, извилистых и ломанных линий. Штриховки фигур косыми линиями. Заштрихуй солнышком косыми линиями. Не выходи за контур. Дорисуй елочку, дерево, продолжи узор. На третьем этапе рисование прямоугольных форм, кругов, полуовалов, овалов, петелек, клубочков. Например, кайма для платочка, рама для картины, флажок, окна. Соедини точку и узнай, кто спрятался. Повтори рисунок. Дорисуй половинку. Вот, да. Спасибо огромное за ваш комментарий. Да, согласно, это нужно постоянно. Опять же, помним про нейропластичность нашего мозга, свойства мозга изменяться в любом возрасте, не только дети, но и взрослые, но и в результате нашего поведения. Если выполняем, значит, увидим результат. Не выполняем, соответственно, результата не будет, навык не будет автоматизироваться. Побуждаем в процессе выполнения таких упражнений, побуждаем ребенка правильно держать карандаш. Помним про то, что дети, как правило, часто держат пишущий предмет неправильно. В результате в пальцах кисти возникает избыточное напряжение, которое вызывает онемение, боль, ребенок быстро устает, скорость письма снижается, портится почерк. И неправильная манера письма может даже способствовать возникновению такого заболевания, как пищеспазм. По мере увеличения, да, я использую по поводу неправильного захвата. Родителям предлагаю вот эти насадки и прошу их приобрести. У нас, у меня в кабинете это есть, и мы еще активно участвуем в конкурсах, выигрываем гранты. За счет этого тогда пополняем нашу материальную базу. Поэтому у нас в группах на каждого ребенка есть эти насадки, и воспитатели тоже могут вне занятий предложить детям использовать эти насадки. И правильный захват, буквально тоже очень быстро, правильный захват пишущего предмета выглядит вот таким образом. Тоже можете скачать, предлагать родителям, консультацию вывесить. Сейчас очень удобно, кстати, вот как они выглядят, эти насадки. Сейчас, кстати, мы знаете, каким образом доносим информацию? Не все работают, да, есть, нет, тоже доносим до родителей, что переучивать сейчас ни в коем случае нельзя. Очень важно, сказывается на психике ребенка, на психологическом состоянии. А, вот, это шла тема. Понятно, что не все родители имеют возможность, приходя за ребенком в школьно-образовательное учреждение, прочитать ту информацию, которую вы им предлагаете. Торопиться, ну, в реалиях живем. И что мы сделали? Мы создали чат WhatsApp. Родители есть в этом чате. Можно же здесь регулировать, мессенджеры много, кому удобнее, Viber, Telegram. И мы выкладываем туда информацию, короткие буквально такие ролики, где видеоролики запишем, с картинками это все, буквально минимум текста, но максимум информации. То есть вот таким образом предлагаем родителям доносим до них важную информацию. Кроме того, детям можно предложить стихотворение, чтобы в процессе проговаривания этого стихотворения правильно, скажем так, лепим положение руки. Проговариваем. Когда вы взяли в руки карандаш, то не играйте лучше с кошкой. Держите спину прямо, тверже взгляд. Свет должен падать из-за окошка. Бульдожи и хваткой не сжимайте карандаш. И не грызите кончик, ему больно. Рисуя буквы, не входите в раж. Дышите полной грудью, больно. Легко касаясь белого листа, свой след оставите вы на бумаге. Пусть жизнь окажется не так уж и проста. Победа первая, свидетельство отваги. По поводу автора не могу вам сказать. У меня целая картотека есть этих стихотворений, которые я просто вытаскиваю карточку на занятия. Вижу, что нужно. Вытаскиваю и тут же использую. Если... Ну, я думаю, что в интернете это все есть в доступе, в свободном. Так, ладно, хорошо. По поводу текста. Тогда напишите мне... Сейчас я напишу адрес электронной почты, потому что времени уже много. И сейчас я могу не успеть. Я постараюсь, когда Татьяна Викторовна будет выкладывать, проговаривать вам информацию, я тогда постараюсь выложить это в чат. Хорошо. Что еще? Выполняем... Используем упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно координированных движений пальцев и кистей рук. Какие? Например, опознание предмета, буквы, цифры на ощупь, поочередно правой рукой, затем левой рукой. Более сложный вариант, когда ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а другой рукой с открытыми глазами его зарисовывает. Тут же сюда же, опять же, межполушарное взаимодействие включая. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Что еще? Упражнения для развития графа моторных навыков. Их тоже очень много. В рассылке у вас есть, вы можете скачать. Это используем пособие за гебард. Очень мне нравятся и дети в восторге. Обводка, копирование рисунков. Комплект из комплекта «Волшебные обводилки». Включает в себя 12 рисунков формата А4. Если покупать, имеется в виду, да, вы можете распечатать и брать формат А4. А то у них там еще и больше есть у загебард большего варианта А3, формата А3. Там, конечно, тогда, ну, знаете, тоже удобно. Если в вашем учреждении есть копировальный аппарат, то тогда, больших размеров имеется в виду, тогда скопировать. Так я, конечно, стараюсь переводить все в А4, чтобы много раз мы могли пользоваться. Что еще? Здесь по группам сформированы от более простых упражнений к более сложным, когда рисуем удобной рукой с левой стороны, да, потом можно предложить неудобной рукой рисовать. Дальше просим детей, например, нарисовать двумя руками одновременно. Вот здесь уже, например, груша. Рисуем двумя руками одновременно. Еще идем дальше на усложнение. Лягушку тоже двумя руками одновременно рисуем. Скачать? Скачать можно, да, только во всем. Цепь полностью ли во всем варианте будет? Я не знаю, честно скажу, не буду вам брать. Дабы, чтобы не вести в заблуждение. Симметричные рисунки перед вами на экране. Следующее тоже найдете, есть в папке дополнительные материалы. Пособия ткачевые, продолжим узоры серии от линии к линии. В данном пособии предлагаются различные узоры. Это имитация тетради в клеточку, которые выполняются отдельно правой или левой рукой, а также двумя руками одновременно. При работе двумя руками можно рассчитывать, вспомним, на гармоничное сбалансированное развитие как тонко координированных движений рук ребенка, так и обоих полушарий головного мозга. Следующее это рисование по клеточкам, а розовые, пособие нарисуйка, клеточка за клеточкой. Здесь интересные графические диктанты, они учат ребенка ориентироваться в тетради, по клеточкам, способствуют развитию восприятия, мышления, произвольного внимания. С 6-7 лет используем, опять же, загибард, лабиринты, пособия не просто лабиринты. В ходе игры лабиринты у детей развиваются внимание, память, мышление, воображение, формируются графомоторные навыки, произвольность, появляется упорство в достижении цели, что очень важно для детей дошкольного возраста, особенно для подготовки к школе. Работать с лабиринтом можно непосредственно на бумажном бланке или вставить его в файл. Я для удобства вставляю просто в файл, чтобы можно было использовать много раз. Опять же, данные лабиринты, они особенные, дополненные новыми заданиями и разделенные на несколько самостоятельных этапов. Предназначены для детей от 5 лет. Содержат 3 и в комплект входит 16 постепенно усложняющихся лабиринтов. Упражнений игр по развитию и коррекции, если уже нужна коррекция, графомоторных навыков очень много. Я представила вашему вниманию лишь некоторые из них. Гораздо большее количество вы найдете в той папке, которая предложена вам для скачивания. Для этого графомоторика имеет огромное значение для развития детей. Благодаря приобретенным в детстве навыкам, умениям, они не столкнутся с проблемами при письме в школе. Будут правильно различать границы предметов, их форме. Да, сегодня разговор у нас про дошкольников. Вначале на школе вопрос, вот дело в том, что кто будет этим заниматься? Учителям некогда. Конечно, основной упор будет идти на родителей, насколько они заинтересованы. В третьем классе тоже работают, но уже не над развитием, а над коррекцией графомоторных навыков. То есть там мы уже говорим о коррекции. И поскольку сенситивные периоды уже упущены, то здесь помним о том, что важна еще и мотивация огромная ребенка. Очень сложно это сделать, но все реально, опять же, благодаря нейропластичности. Было бы желание, и все обязательно получится. И также еще очень важно, я еще нейропсихолог, и поэтому это моя вообще любимая тема. Графическая моторика развивает лобные доли головного мозга, что благоприятно влияет на интеллектуальные способности детей. Поэтому задача взрослых следить не только за развитием крупной и мелкой моторики, но и вырабатывать у ребенка графические навыки. Спасибо вам огромное за ваши прекрасные, чудесные отзывы. Очень приятно. Мне приятно, что эта информация оказалась вам полезна. Ждем вас на наших следующих вебинарах. Кроме того, уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то точечные запросы, вы хотите прослушать вебинары на какие-то определенные темы, то пишите, пожалуйста, мы в ближайшие вебинары тогда включим эти темы. Еще раз спасибо вам огромное за внимание, за вашу активность. Была рада с вами увидеться, общаться. Всех благ, всего хорошего. Ну да, записи будет вебинар, можете просмотреть его. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.